если вы хоть раз задумывались над тем чтобы улететь в другую страну на пару месяцев и пожить жизнь там вам бы наверняка было бы интересно узнать из чего бы состояла бы это ваша жизнь там как бы вы проводили свое свободное время от работы пилили бы вы чашечку кофе с друзьями как вы привыкли это делать где-то в кафешке ходили ли вы в зал пробовали ли новые виды спорта я решила записать новое видео о том как я провожу свое свободное время из чего состоит моя в общем-то ежедневная жизнь чтобы показать вам как можно было бы жить жизнь где-то там на шри-ланке в данный момент мы с вами находимся на пляже кабалана на юге шри-ланки сегодня пасмурное утро и такого серебряного цвета океан я сижу на пляже сейчас около 7 часов утра и наблюдая за тем как местный рыбак пришел к океану и пытается немножечко порыбачить ну а проведя на пляже не какое-то время мы с вами садимся на тук-тук и едем через рисовые поля в отель the palm где у меня состоится моя вторая тренировка по тайскому боксу вот мы с вами и прибыли в the palm роскошный красивый отель находящийся внутри джунглей тут есть хороший зал в котором по воскресенье проводят уроки по тайскому боксу и и Ну и я вам хочу немножко показать, как же проходят занятия. Занятие длится 2 часа и на самом деле это неожиданный для меня вид спорта, я думаю неожиданный для всех тех, кто меня хорошо знает. На самом деле я давным-давно об этом думала и только на Шри-Ланке наконец-то решилась над тем, чтобы попробовать. На самом деле невероятно классный опыт, потому что позволяет выразить и найти в себе то, что обычно в жизни ты предпочитаешь не выражать, но иногда на самом деле очень хочется. Очень хочется показать себя именно такой и на этих занятиях можно наконец-то это все выразить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а если вам хочется выпить чашечку кофе после занятий и отдохнуть, то можно, например, поехать в кофе-байтс и выпить чашечку кофе там с подругой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Шри-Ланке, кстати, с кофе дела обстоят не очень хорошо. Местные пьют кофе не из кофе-машины, а обычный, они заваривают его как чай, поэтому те места, в которых можно выпить кофе машинный, действительно очень ценятся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одно очень хорошее место не так далеко от Ахангамы, в Гелигаме, это Хэнгтайм. Очень хорошее, уютное место, откуда открывается прекрасный вид на океан, куда можно прийти с друзьями, пообщаться, где можно поработать, и, в общем-то, в принципе, атмосфера очень хорошая и приятная. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну, Лена меня сподвигла начать йогу сегодня с утра. И вот мы сегодня будем заниматься йогой вот в таком красивом месте. А-а-а, уже какая красота! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, не важно. Ну что, поехали? Поехали! Наконец-то здоровый образ жизни и более активный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, после этой йоги я потом начала ходить довольно регулярно на йогу еще вот еще в одно место. И, кроме этого, я стала брать регулярные уроки серфинга. Мне это очень нравится, страшно, очень непросто, но мне это действительно очень нравится. Пока что я только новичок, поэтому видео, к сожалению, пока что нету. И сейчас я могу поделиться только парой фотографий. Но очень надеюсь, что скоро, скоро появится и видео, я смогу с вами поделиться и поделиться теми эмоциями, и расскажу, что и как, как это вообще происходит. Так, сегодня очередной мой туна-стейк, но каждый раз с новым соусом. Сегодня ананасовый, до этого было апельсиновый, потом лаймовый. Вот еще такой соус. Красивый, огромный салат. И, в общем, и вот в таком приятном месте. За этот туна-стейк с салатом я заплатила 1000 рупий, то есть 5 долларов, то есть 140 гривен, что довольно приятно. Очень хорошая цена, очень вкусно. Этого нету тут в меню, но я попросила, чтобы мне приготовили туна-стейк с салатом без риса и без картошки фри. В общем, очень рекомендую. В этом же месте, как-то раз, я также заказывала лобстера. И действительно довольно неплохо приготовили. Очень было вкусно. И тоже с таким роскошным, шикарным большим салатом. В общем, я осталась действительно довольна. И напоследок хотела бы вам показать, где я жила вот пару недель, так как с Джонни мы расстались. И, в общем, я переехала поближе к океану на пару недель в хостел. Перед тем, как поехать затем в Колумбо. В общем, на самом деле довольно симпатичный хостел. Очень хорошая территория. Тут очень приятная цена. И самое классное, это то, что прямо через дорогу океан. Посмотрите, очень хорошая такая территория. Комната в хостеле сейчас стоит 30 тысяч рупий в месяц. Это где-то около 150 долларов. То есть сюда входит уборка. Тут есть кухня, которую ты шеришь с другими людьми. Вот комната, в общем-то, вот такая. Ну, у меня тут раскардаш и беспорядок полнейший. В общем, комната довольно симпатичная. Так, не обращайте внимания. Это после переезда. И это вещи еще подруги, которая тут тоже на самом деле до этого снимала эту комнату. И на время отдала ее мне. Вот. В общем, вентилятор тут есть, кондиционер. Все тут есть. Довольно приятное. Если бы был бы порядок, было бы еще более приятный вид. Мне очень нравится вот эта идея. Очень красивая для вещей. Вешалка. Так. И вот такое вот. Такие удобства. Ну, стандартно очень часто на шеланке это либо бетон, либо плитка. И шеланкистская плитка очень страшно выглядит. Я очень люблю, когда они делают бетон. Сразу выглядит как-то более стильно. В общем, хороший душ, есть горячая вода. Все очень комфортно. Я тут всяких коробок приносила для украшения. После того, как я два месяца прожила в джунглях, я, конечно, невероятно рада тому, что теперь живу у океана. Это дает возможность каждое утро начинать с того, что ты просто идешь и медитируешь у океана на рассвете. Это дает тебе возможность каждый закат встречать вот с таким вот видом и наблюдать за местными рыбаками, которые сидят на сваях и рыбачат. В общем, действительно, невероятный, прекрасный, чудесный опыт. Я бы советовала попробовать оба опыта, потому что, да, джунгли — это своя эстетика, океан — тоже своя эстетика, особенно, когда ты уже живешь тут несколько месяцев, иногда хочется с ними за штановку, иногда хочется немножко побыть в джунглях, чтобы можно было потом соскучиться за океаном, и хочется потом побыть у океана, чтобы можно было соскучиться за джунглями. В общем, вот такое вот получилось видео о том, как я провела эти две недели. Большое спасибо за ваш просмотр! Увидимся в следующем видео!